Если вы любите сюрпризы, то пирог волхвов или галет-де-руа – это как раз то, что вам надо. Вот сегодня я приготовлю такой пирог волхвов с сюрпризом. Я не буду начинать этот пирог с приготовления теста. Я сегодня воспользовалась покупным слоеным бездрожжевым тестом. Я начну с того, что у этого пирога, мало того, что есть еще сюрприз, у него есть своя история, у него замечательная начинка внутри в виде крема с не менее замечательным названием франжепан. Вот я начну как раз с приготовления этого пирога с крема франжепан. Мне понадобится сотейник, молоко, 125 мл молока. Я буду взвешивать на весах, поэтому граммах, 125 грамм молока. Ставлю на плиту и готовлю, как любой заварной крем, начиная прогревать молоко. Мне понадобится три желтка. Буду отсоединять белки от желтков, потому что в заварной крем идут желтки. Белки пригодятся для каких-нибудь других целей. Крем будет готовиться немножко впрок больше, чем понадобится для самого пирога. Но я вам покажу, как можно сделать заготовки из этого крема, для того, чтобы потом вы достали тесто замороженное, разморозили, и уже правильно отсаженный крем просто соединили две части, как бы, тесто и начинку, и быстро-быстро приготовили пирог. Мне понадобится 50 граммов сахара, 10 граммов кукурузного крахмала, венчик. Как только сахар вы посыпали на желтки, надо добавить крахмал и быстро-быстро-быстро соединить с собой сахар, желтки и крахмал. Иначе, если вы замечали, как только посыпешь сахар на желтки, желтки могут очень быстро свернуться. Они как бы подсыхают, и очень трудно потом их сбить. В принципе, надо будет все тогда переделать. Вот поэтому надо сразу-сразу подбить. И у меня есть замечательная ванильная палочка, стручок. Какие вот здесь три стручка. Ну, какие-то они очень маленькие. И я сразу все три опускаю в молоко. Заварной крем я очень люблю, когда используется натуральная ваниль. Это невероятный запах, это невероятный вкус. Молоко закипело. Я часть выливаю с желтки с сахаром и с крахмалом. Быстро-быстро взбиваю здесь, чтобы соединить все ингредиенты. И возвращаю это обратно в сотейник. И также быстро начинаю опять помешивать, не доводя до кипения. Не жду никаких первых булик. Вот услышите где-нибудь или увидите. Довести до первых булик. Нет никаких булик. До 80 градусов. Как только вы почувствуете, что начинает крем загустевать, или вот-вот-вот-вот начнет кипеть, срочно снимайте с огня и продолжайте дальше мешать. Иначе вы сварите крем, и у вас будут вареные яйца. Все, крем начинает загустевать, но не кипит еще. Поэтому я снимаю его с огня. Продолжаю помешивать, потому что дно еще очень горячее. Мне нужен холодный заварной крем. Для того, чтобы он быстрее остывал, я перекладываю его в стеклянную миску, чтобы сотейник не продолжал отдавать еще свой вот этот вот жар. И отставляю вот в сторонку. Один компонент для крема франжепан у меня готов. Это заварной крем. Теперь мне надо приготовить миндальный крем. Что такое миндальный крем? Это очень просто. Надо только запомнить одно. Это равное соотношение трех основных ингредиентов. Миндальной муки, масла и сахара. Я буду опираться на классическую граммовку 120. 120 миндальной муки, 120 сахара и 120 граммов мягкого масла. Я начну с масла и с сахара. 120, чуть побольше убираю. 120 масла. 120 сахара. Я сначала разомну сахар с маслом. Можно это сделать все в миксере. Главное начать. А потом продолжается все очень быстро. Возьму венчик и взобью венчиком. Вот в данном случае, чем масло мягче, тем лучше. Достаньте его заранее из холодильника. И тогда будет гораздо быстрее и легче работать с маслом. Надо взбить масло с сахаром. И чем мягче будет масло, тем легче будет с ним работать. Теперь мне надо будет всыпать сюда 120 граммов миндальной муки. Венчик я не убираю, потому что он мне понадобится. 120 граммов миндальной муки. И это все практически. Не практически, а вся миндальная мука, которая у меня была. Также соединить между собой масло, сахар и миндальную муку. Сейчас это я сделаю сначала вилкой. Венчик далеко, я не убираю, потому что дальше он мне очень сильно понадобится. Соединяю вот так вот миндальную муку, масло и сахар. Вбиваю два яйца, но по одному. Начну вилкой, соединю вот так вот. И теперь уже буду пробивать венчиком. Вот что значит, когда ты постоянно пользуешься миксером, вообще всеми гаджетами на кухне. Ты уже отвыкаешь работать руками и простым венчиком. Добавляю второе яйцо. Все ингредиенты должны быть соединены между собой. Очень хорошо. Вот такая структура получается. Вот уже такой, в принципе, готовый миндальный крем. И мне понадобится 14 граммов крахмала кукурузного. 14 граммов. И чтобы крем получился еще более насыщенного вкуса, я возьму два апельсина. Самим апельсином я не воспользуюсь, а мне понадобится только цедра. Натру цедру двух апельсинов. Можно взять не только апельсин, цедру апельсина. Цедру грейпфрута, лайма, лимона. Но цитрусовые нотки очень хорошо дополняют крем-франжепан. Соберу все стерки. И цедру отправлю в миндальный крем. Еще раз хорошо пробью венчиком. Вот такие заготовки у меня уже для крема франжепан готовы. Крем миндальный, заварной крем. Мне осталось только дождаться, чтобы заварной крем достиг комнатной температуры. Соединить два этих крема. И приступить к сборке самого пирога. Я готовлю пирог Галет Де Руа. Он будет сюрпризом. И еще с очень вкусным кремом франжепан. У меня уже готов миндальный крем. Остыл совсем заварной крем. Теперь мне эти два крема надо соединить. Я убираю, держу вот здесь так стручки ванили, чтобы они у меня уже в крем не попали. Весь свой аромат стручки отдали заварному крему. И теперь они мне уже не понадобятся. Соединяю теперь эти два крема. Все очень просто. Был у меня заварной крем, был миндальный крем. Каждый существовал сам по себе в отдельности. А вместе, соединившись, полюбив друг друга, они сделали вот такой шедевр. Крем. И не просто крем, а крем франжепан. Отставляю крем в сторонку, беру стакан в кондитерский мешок. Вставляю в стакан, беру в пергамент, выкладываю крем в кондитерский мешок. И хочу вам показать, что сейчас у меня крема гораздо больше, чем мне понадобится для пирога. Этот крем можно приготовить для пирога заранее, отсадив такие вот спиральки. Мы собрались печь пирог диаметром 20 см. Так вот, у вас должны быть 2 см с краев свободные. Это значит, у вас остается 18 см в диаметре, который вы можете заполнить кремом. Вы берете и вот такой вот спиралькой отсаживаете крем. Вот так вот. Кладете на жесткую поверхность и убираете в морозильную камеру морозиться до глубокой заморозки. Как только вы захотели испечь этот пирог, достаете размороженное тесто, раскатываете по той форме, как вы хотите, выкладываете на тесто, не размораживая вот этот вот крем, просто с пергамента. Переворачиваете, снимаете пергамент и не размораживая, выпекаете такой пирог. И вот, между прочим, вот такой вариант для такого пирога самый верный. Крем не расползается при выпечке. Пока он выпекается, слоеное тесто выпекается достаточно быстро, вот тесто поднимается, а крем только там разморозился, запекся до того состояния, до которого должен запечься, и не растекается. Вот я сейчас, у меня две заготовки слоеного теста, четыре листа. Я как раз хочу сделать два варианта исполнения этого пирога. Один с замороженным вариантом крема, а второй не замороженным. Поэтому этот крем у меня сейчас уходит в морозильную камеру до глубокой заморозки. Я готовлю пирог Галет Де Руа с сюрпризом, с очень вкусным кремом, крем Франжепан. Один вариант крема я отсадила спиралью и оставила в морозилку замораживаться, а второй просто так в стакане и в кондитерском мешке убрала в холодильник, чтобы все-таки он не подвергался тепловому воздействию и сильно-сильно не стал таким жидким. А сейчас я приступлю к разделке теста слоеного. Один пирог я сделаю круглым, а второй оставлю вот таким вот квадратным. Для этого мне надо будет одну часть теста подкатать. Это сделать надо тоже заранее. расскажу, почему. Как только вы сделали какую-то манипуляцию с тестом, оно эластичное, оно подверглось механическому воздействию, да? И если вы это сделаете вот сразу перед выпечкой, раскатали, выложили крем и запекли, так вот, тесто не отдохнув, оно в духовке сожмется. Вот чтобы этого не произошло, надо подготовить и тесто заранее, так же, как и крем. Подкатываю тесто приблизительно до 2 мм толщиной. Возьму вот такую миску и обрежу тесто по кругу. Лишнее убираю. Я никогда не выкидываю вот эти вот кусочки теста. Я их выкладываю рядом с этим пирогом, выпекаю и с удовольствием съедаю. Прокалываю вилкой. Опять же, крем будет, в креме есть влага, и чтоб тесто не разорвало, должен быть вот выход куда-то парок. Также я проделываю с каждым квадратом тесто, вот этот у меня круглый, подкатываю. подготавливаю вторую часть круглого пирога. и так вот друг на друга, складывая, чуть-чуть прокалываю. И так же я подступлю с квадратной. Ну, квадратные листы я не буду сильно прокатывать. проколола. И все вот эти вот листы я сейчас убираю в холодильник. В идеале это сутки, 24 часа. Слоеное тесто вообще очень любит время в холодильнике. Ну, два часа должно тесто полежать, отдохнуть. И я пошла к холодильнику. Я готовлю пирог волхвов или галет дэруа. Пирог этот необычный, он с сюрпризом, еще с замечательным кремом, с таким замечательным, красивым названием крем франжепан. Я делала два вида крема, да. Один отсаживала спиралью такой и замораживала. И он у меня хорошо вот заморозился. Вот видите, я могу его крутить, вертеть. Вот. И второй я оставила не замороженный, просто стоял у меня в холодильнике. Теперь я вот этот замороженный крем перекладываю на половинку теста. наливаю, я уже налила воды, и для того, чтобы хорошо соединились между собой слои теста, хорошо промазываю водой тесто. И буду скреплять сейчас между собой две половинки пирога. Но я говорила, что этот пирог непростой. Это пирог с сюрпризом. Этот пирог готовится в определенные дни. В кондитерских он продается еще с такой бумажной короны. Для чего? Закладывается вовнутрь пирога какой-нибудь сюрприз пирога. Или какая-нибудь монетка, или пуговица красивая, боб. Но я взяла вот просто орешек миндаля, закладываю в крем, накрываю второй половиной теста. Так вот, кому попадется вот эта половинка пирога с этим сюрпризом, тому выдавалась вот эта бумажная корона. И на весь вечер торжества этот человек считался королем. Вот поэтому это очень интересный пирог. Я думаю, очень понравится как раз такой вариант пирога с сюрпризом детям. Да даже каждый взрослый, наверное, хочет быть королем вечера. Поэтому вот, заложите туда какой-нибудь сюрпризик. Лучше, конечно, чтобы это было съедобно. Хорошо прижимаем пальцами. Хорошо, чтобы соединились две половинки между собой. И сейчас вот эту половинку, вот этот уже пирог почти готовый, я также убираю на какое-то время в холодильник. Ну, приблизительно на час. Я подвергала тесту манипуляции. И опять же говорю, чтобы все-таки получить достаточно красивый пирог, надо ему давать охлаждаться. Этот пирог я сейчас уберу в холодильник, пока он в стороночке постоит, и сделаю квадратный пирог с простым кремом, не замороженным. но буду отсаживать крем также спиралькой. Помню, что мне надо оставить края незадейственные. Вот так вот весь крем и отсажу. Все то же самое. Хорошо прохожу водой. Оставлю этот пирог без сюрприза. выкладываю вторую половину. Подтягиваю тесто, выравниваю края, хорошо защипляю и убираю теперь точно уже два пирога в холодильник на какое-то время, ну, приблизительно, думаю, на час. Часа будет достаточно. и пирог уже можно будет выпекать. Пирог волхов у меня постоял в холодильнике, отстоялся, отлежался, сколько ему надо. И теперь мне надо навести ему красоту. Что я хочу сделать? Я хочу, чтобы у него была очень красивая юбочка. Для этого я беру просто острый нож и вот ставлю палец большой на юбочку и вот такими круговыми движениями прорезаю, делаю одинаково, через одинаковое расстояние вот такие надрезы на тесте. Франжепан вот здесь был заморожен, он еще вот абсолютно такой жесткий, держит хорошо форму. Теперь я пирог переворачиваю вверх дном, беру яйцо, отсоединяю желток от белка, вилочка хорошо желток взбиваю и кисточкой промазываю хорошо вверх пирога. Но теперь это уже это было дно пирога, а теперь это вверх пирога хорошо промазала и тоже могу навести ему такую красоту. Из центра я вот такими движениями прорисовываю ему пирогу такие лепестки. После выпечки, при выпечке эти лепестки раскроются, будет такой красивый рисунок и пирог станет еще более необычный, чем он есть сейчас. Делаю в центре такую дырочку, чтобы выходил лишний пар и еще в нескольких местах также, чтобы тесто не разрывалось, делаю такие вот отверстия. Выкладываю на противень. Повторяю, со вторым пирогом то же самое. Могу же, между прочим, делать какие-то вот такие здесь надрезы прямые. Выкладываю на второй противень. Духовка у меня разогрета на 200 градусов. И сейчас у меня будет выпекаться мой пирог порядка 40 минут. И я его отправляю в духовку. Один и второй. Жду 40 минут, я уверена, у меня все получится. пирога такие два пирога галет дыруа у меня испеклись. Я очень довольна результатом, ну просто очень. Переложу круглый на круглую доску и вот такой квадратный на овальную доску. Но чтобы придать дополнительный вкус, дополнительный блеск к тому блеску, который имеется, у меня есть кленовый сироп. Я кисточкой обильно смажу пироги кленовым сиропом. у меня нет картонной короны и делать я ее сейчас не буду, но в одном пироге у меня лежит миндаль. И тот человек, которым попадется этот кусочек пирога с миндалем, будет нашим королем. Очень интересное такое решение, очень понравится детям, особенно если вы сделаете эту картонную бумажную корону. Праздник, праздник будет. Пироги приобретают такой же даже по запаху сладковатый дополнительный вкус кленового сиропа. Такой хороший, отличный блеск. И вообще эти пироги едят холодными. Я разрежу, конечно, покажу там, как крем, он достаточно плотный будет, но есть его надо холодным, он остывает. Крем совсем такой стабилизируется. Слоеное тесто будет очень так похрустывать хорошо. У меня было хорошее слоеное тесто на сливочном масле. Я правильно соблюла всю технологию, я давала тесто отлеживаться, поэтому пироги у меня не деформировались, они испеклись так, как должны испечься, абсолютно ровные, ни в крись, ни в кость. Очень хорошо раскрылись слои, вот эти прорези красивые, которые придали такой красивый рисунок этим пирогам. У меня все получилось, я действительно очень довольна результатом. И когда я первый раз испекла такой пирог, я его разрезала, откусила, и для себя я тогда поняла, вот если есть бомба выпечки, вот для меня это была бомба выпечки, я очень люблю этот пирог, вот очень люблю. И сейчас я разрезаю вот от этого квадратного, вот даже я режу, и такой раздается хруст слоеного теста, потому что хорошо пропеклось, все получилось так, как я хотела, результат потрясающий. Очень много крема, он виден, вот желтые такие оценки, запах неимоверный. Обязательно, обязательно попробуйте хотя бы раз сделать вот такой вот пирог. Я уверена, вы не пожалеете ни на минуточку, готовьте только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Спасибо за субтитры Алексею!